Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов присоединяется к нам. И Пётр Бурковский, исполнитель директора фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Мы обсудим эту тему, потому что действительно есть определенные риски. Вот о рисках как раз бы и стоило начать говорить об этом и сейчас начнем. Вот Алексей Буриченко тогда, Алексей, рады вас видеть. Давайте начнем обсуждение важной темы. Ну, насколько глава Северной Кореи Ким Чен Ын готов к оружейной сделке с президентом России Владимиром Путином? Сейчас об этом говорят не только Нью-Йорк Таймс, о котором мы вспоминали, а и аналитики, в частности, Вашингтонского центра Виктор Ча и Элен Ким. Говорят, что все-таки сотрудничество России и Северной Кореи может выходить за рамки сделок с обычным вооружением и продовольствием и энергетической помощи. Возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет. Давайте мы как раз этого начнем. Насколько вы сейчас видите, что оружейная сделка между президентом России и главой Северной Кореи, она вырисовывается уже в реальный какой-то определенный документ, да? И плюс, насколько это сотрудничество сегодня имеет определенные риски как раз в разрезе продолжительной войны со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. Алексей, вам слово. Да, прошу прощения. Это я на кнопочку нажал. Да, давайте нажимать вещи своими именами, что все-таки сотрудничество, что Россия и Северная Корея, как и Россия и тот самый Иран, это не союзники. Это попутчики. И слабость России все пытаются использовать. Такие же, собственно говоря, изоляционные и антизападные режимы, как и путинский. И поэтому ожидать, что это будет какое-то глубокое сотрудничество, я не верю в это. И Корея все равно пытается иметь трек, даже на фоне всего санкционного давления, трек взаимоотношений с Соединенными Штатами. Ну и, откровенно говоря, ее геополитическое расположение также не склоняет Северную Корею к тому, чтобы сейчас отдать, например, все запасы артиллерийские, вооружения. Даже пусть это будет старое вооружение, пусть это будет еще советское вооружение, не переданное там 60-х по 80-е годы Северной Кореи. Но все равно, поскольку Северная Корея живет вот в таком милитаристском режиме, ожидать, что они прям готовы будут избавиться от всего, не зная, как это потом восполнить, с каких резервов. Тем более мы прекрасно понимаем, что природных ресурсов у Северной Кореи тоже довольно мало. Вот эти факторы у меня вызывают, скажем так, обоснованные сомнения. А то, что Северная Корея, с другой стороны, конечно же, интересен сотрудничество с Россией, это да. И не только по военному направлению, но и по гуманитарному. В Северной Корее голод, я напомню, им не хватает продуктов питания. Вот, поэтому, конечно же, по зерновым, по гуманитарному треку, они очень, я думаю, хотели бы эти ресурсы попробовать взять у путинской России. Но, конечно же, тот же энергетический трек, который интересует абсолютно всех, газ, нефть, ну и другие ресурсы, сыровые, которые есть в Российской Федерации. Ну, плюс, конечно, технологии, космические технологии, технологии тех же атомных подводных лодок, там вроде бы даже визит на одно из таких портовых производств планируется. Ну, то есть, другими словами, Российской Федерации за счет того, что у нее богатое постсоветское наследие, за счет огромного количества природных сырьевых ресурсов, есть что предложить, конечно же, Северной Кореи. Вопрос, как сторгуется Северная Корея, чем сторгуется с Путиным, это, вот это уже как раз очень сложный вопрос. Опять же, опять же, на финал своей первой в реплике хочу также закинуть в наш диалог такую версию, что, возможно, опять же, Северная Корея вот это сближение с Путиным, с Путинской Россией будет воспринимать, будет выставлять как аргумент именно для Соединенных Штатов Америки для более глубоких переговоров с ними по ядерному статусу. Но что, вот, посмотрите, мы сейчас как вот дадим Российской Федерации и все, что у них есть, вот, и, так сказать, мы их очень усилим. А можем и не давать, а можем остановиться на какой-то, на каких-то запчастях, например, к старым танкам Т-55, Т-ЖС-2. Или, может быть, вообще ограничимся какими-то товарами двойного назначения. Поэтому мне кажется, что диалог по этому треку передачи, возможно, вооружений Российской Федерации со стороны Северной Кореи, конечно, ведется. Но прямо говорить, что это прям станут союзники государства, и что они все будут готовы передавать Путинской России, в этом у меня есть большие сомнения. У меня следующий вопрос. Кто может остановить Алексей Петр? Давайте, Петр, с вас начнем. Кто может остановить? А, только Алексей, Петр еще не присоединился. Тогда давайте, Алексей, кто может остановить? Был, да. Связь, связь, к сожалению, да, видите, гуляет. Поэтому с вами обсудим, а Петр присоединится. Кто может остановить Корею? Китай или США? Откровенно говоря, и Китай, и США, и Япония, и Южная Корея. Вот, собственно говоря, это ближайшие такие угрозы для Северной Кореи, и они такими их и воспринимают. Это абсолютно верно. Кто может себе подумать, что наивно, да, что ближайший, например, партнер для Северной Кореи является Китай, ошибается, потому что Китай даже пытался свергнуть режим Северной Кореи. Поэтому Китай для Северной Кореи не дружеская страна, но и абсолютно очевидно уж, да, что и Япония, которая является частью G7, ну и, в принципе, скажем, цивилизованного мира и главным союзником в этой части мира, океании Соединенных Штатов, конечно же, тоже для них партнером быть не может. Ну, про Южную Корею я просто молчу уже, да, это абсолютно очевидно. Ну вот, поэтому, учитывая огромное количество, прежде всего, гуманитарных проблем сейчас в Северной Корее, они даже вынуждены были границы открыть, но, в частности, в Российскую Федерацию, чтобы хоть как-то обменивать какой-то там товарооборот иметь, чтобы какие-то продукты питания туда заходили. И, кстати говоря, этого им не хватило, потом они, в том числе, и границы, и для Китая открыли. Вот, это весь комплекс факторов говорит, что под таким огромным санкционным давлением и от дефицита в Северной Корее абсолютно все, и продукты питания, и сырье, ну, конечно же, технологии без этого всего тоже произвести нормальные невозможно. Вот в таком очень сложном режиме зовется, Саш, режим Северной Кореи. Вот это вот где-то у них показушная, показушная, скажем, идеологическая составляющая, она закрывает то, что большая часть страны страдает от голода, они умирают просто от отсутствия продуктов питания. Ну, вот, и, конечно же, это такое, ну, черное зеркало, вот, когда рядом успешная, богатая, технологическая Южная Корея, вот, и такое вот государство тоталитарного абсолютно направления, которое является Северная Корея. Поэтому союзников, резюмируя, союзников Северной Кореи на самом деле, ну, практически нету. Тем самым, вот, ихнее, даже геополитическое положение, конечно же, толкает их на взаимодействие с путинской Россией. Ну, тем более, как мы уже с вами сегодня указывали, что и путинской России тоже нужно вот это старое еще советское вооружение для выполнения своих резервов. Ну, действительно, пополнить и восполнить определенный ряд резервов. Блумберг отмечает, что, в частности, Северная Корея, сейчас, да, эта информация вот на сегодняшний день, Северная Корея обладает значительными запасами боеприпасов, которые могут исчисляться миллионами единиц. Эти запасы включают артиллерийские снаряды калибра 122, 152 миллиметра, также 122-миллиметровые ракеты, необходимые Российской Федерации. Помимо этого, Северная Корея может поставлять России запчасти к танкам, там, к им, как Т-54, Т-62, поскольку имеет, это то, о чем вы, Алексей, сейчас говорили, большие запасы как раз советской техники. Я как раз хотела спросить, что же Северная Корея захочет, да, фактически, да, в обмен, если сделка по вооружению будет реализована. Вы назвали продукты питания, и стоит об этом действительно обратить на это внимание, потому что, ну, все-таки определенные цели Ким Чен Ын тоже преследует, отправляет в Россию. Военно-техническая сотрудничество, что более, сейчас необходимо Российской Федерации, но вот поставки гуманитарной финансовой помощи Северной Кореи, я напомню, что очень сильно экономика пострадала, и развитие экономики пострадало после пандемии коронавируса, и вот как раз вы вспомнили продукты питания, действительно, определенные регионы, где голод, да, сегодня царствует, это и в Северной Корее, закрытие границ, запрет на импорт, зерно из Китая, вот важный все-таки аспект, зерно Китай, удобрения, оборудование сельскохозяйственное, и страна все-таки переживает массовый голод, об этом сейчас говорят и пишут. Но что бы еще, как вы считаете... Ну, из Китая, в основном риса, рейса с российским страном. Ну, все равно, ну, этого тоже в определенный момент эти поставки покрывали, и не настолько, да, сейчас BBC пишет, что уже массовый голод наблюдается в Северной Корее, понятно, что об этом Кем Чен Ин не будет говорить в открытую, а будет в очередной раз показывать испытания там какой-то ракеты и так далее, еще и своего ребенка, свою дочку, сколько там, 13 лет или сколько подростка будет брать с собой для того, чтобы показать эту военную мощь, да, это же тоже определенный показатель, то есть военно-промышленный комплекс работает каким-то определенным образом, либо же показывает то вооружение советского образца, да, что оно вот у нас есть, но в то же время большая часть страны гибнет от массового голода. Это же тоже, ну, скажем так, тоже определенный показатель. И то же самое на самом деле сейчас в Российской Федерации, Алексей, происходит. Все отдается на войну. На войну все отдается, все финансирование увеличивается, как раз и бюджет именно в направлении военным. А что там будет дальше, это уже такая история. Я хочу спросить, что еще, по вашему мнению, ну, может, скажем так, ну, просить, да, давайте так скажу, хотя, наверное, с лидером Северной Кореи сложно говорить слово просить, но что бы захочет в обмен все-таки на военно-техническое сотрудничество, кроме поставок продовольственного характера, что еще может просить как раз Ким Чен Ыну Путина? Ну, смотрите, я бы выделил все-таки три центральных трека, на которых Северная Корея будет отрабатывать свои интересы. Это, прежде всего, гуманитарный, про который мы сегодня уже с вами говорили, это продукты питания в основном. А это военные технологии, которые действительно, на которых, на которые делают ставку Ким Чен Ын, потому что они считают, что их ядерное оружие это единственный сдерживающий фактор. Ну и третье, это, конечно же, абсолютно очевидная вещь, но в данном случае она правдива, это деньги. Им нужны деньги. Вот на самом деле, где-то вот вокруг вот этих трех основных базовых вещей и будут происходить переговоры. Да, Российская Федерация очень просела по деньгам. У них где-то примерно минус 50% в доходах от их двух основных статей, это экспорт нефти и экспорт газа. Они вынуждены продавать их серыми схемами, они вынуждены продавать их в минус, учитывая то, что у них просто нету резервов для долгосрочного их хранения. Но все равно в Российской Федерации, Российская Федерация и Путин готовились к войне. Этот вот фонд благосостояния, которое они создали, это как раз их подушка безопасности. Да, в том году было три скрытых секвестра. Да, много про какие проблемы, даже открыто уже говорит глава Национального банка, та же Анна Биулина. Да, большие проблемы в проведении социальных выплат, замороженные капитальные проекты по всей территории Российской Федерации, дороги, мосты и все остальное. То есть, по сути, у них, конечно же, война съедает все, уничтожая, по сути, их экономику. Но все равно деньги у них есть. Все равно это валютная выручка у них есть через третьи страны, через третьи схемы. Вот. Они ее получают. И Путин, конечно же, ну давайте прямо скажем, ему плевать на россиян. И все возможные ресурсы Российской Федерации он будет направлять на войну и на достижение своих политических целей. Хоть завтра россияны завтра умрут с голоду, а он будет все равно думать про танки, про самолеты, про ракеты и про исключительно геополитическую какие-то составляющую своей политики. Поэтому вот с этим пониманием нужно относиться к возможным сделкам Северной Кореи. Путин будет готов на самом деле пойти на многое, чтобы получить вот это вот старое советское вооружение, которое на складах еще есть в Северной Корее. Как мы уже сказали, это и стрелковое оружие, это арт-системы, это много боеприпасов к ним, и это довольно большое количество танков. Очень сейчас сложно сказать точное количество, но эксперты говорят, что их там действительно достаточное количество. Но тут опять же есть нюанс. Далеко не, даже если они договорятся, даже если часть этого вооружения действительно Россия сможет, по сути, купить за разные приятные плюшки для Северной Кореи, далеко не факт, что оно пойдет на украинские фронта. И это чрезвычайно важно. Когда Финляндия и Швеция, по сути, стали членом НАТО, сейчас им нечем, и увеличили значительно эту границу с НАТО, им, по сути, нечем ее перекрывать. Они сейчас создали целую отдельную армию, буквально с нуля, для того, чтобы она размещалась на том направлении. Вот, а наполнять ее нечем. Если еще людей, они могут сгребсти со всей территории Российской Федерации, то во что их одеть, и что им дать в руки, какое оружие, посадить их на какую технику, этого у них абсолютно ничего нет. Вот, и поэтому часть даже вот этого вооружения, которое гипотетически может пойти с Северной Кореи, с большой вероятностью, может, еще раз повторю, пойти не на украинские правда, а на северной границе с НАТО Российской Федерацией. Знаете, вот, пока мы сейчас с вами размышляем над всем этим, Алексей, ведь очень известный метод северокорейской политики, этим методом пользовался отец нынешнего диктатора и сам нынешний диктатор Ким Чен Ын, это шантаж. Они, по сути дела, и ракеты свои очень часто запускали для того, чтобы испугать, отступить и выторговать. Вот если эту концепцию взять, ну что стоит, согласитесь, там 600 километров от Пхеньяна до Владивостока одну ночь на поезде, пожать руку этому абсолютному изгою Путину, на бронепоезде, да, пожать руку Путину, а потом использовать это для торга с Западом, с Вашингтоном. Вот как вам вот такое? Может быть, это просто старый добрый северокорейский шантаж? Ну, в принципе, про эту версию я сказал уже в начале нашего эфира, что он 100% будет использовать это для возобновления, прежде всего, взаимоотношений хотя бы в части ослабления санкций с Соединенными Штатами, ну и как ихнюю влажную мечту, это то, чтобы все-таки признали ядерный статус. Ну, то есть там, конечно же, они не хотят рвать, как многие говорят, что вот они под санкциями находятся много лет, и поэтому им неинтересно сотрудничество с Западом. Нет. На фоне этой изоляционистской политики, как мы уже с вами говорили не раз в этом эфире, у них гибнет большое количество людей просто от голода. Они не могут получать необходимые ресурсы, чтобы даже утверждать свой тоталитарный режим. Для этого нужно участие в технологических, в экономических цепочках. А сейчас в современном мире, в мире свифта, для этого нужно быть интегрированы мировые процессы. Вот поэтому, конечно же, если ставить на чашу весов, например, скажем, более плотное сотрудничество с Соединенными Штатами, на получение определенных санкционных послаблений, и сотрудничество с Россией, которое даст им недостаточно, и при этом поставить их в статус союзника-агрессора, поэтому в таком раскладе, конечно же, Северная Корея выберет Соединенные Штаты Америки, это абсолютно очевидно. Вот поэтому, да, я глубоко убежден в том, что такие переговоры глубокие, нормативно обоснованные, когда уже они и листами обменялись, когда уже и встречи назначены, когда уже и продак вопросов в принципе обозначен, является максимально сильным аргументом для Соединенных Штатов, которые, да, конечно же, они будут по максимуму использовать, и, может быть, как следствие, выберут какой-то максимально нейтральный, такой вегетарианский вариант того, про что договорятся с Путиным. То есть не дадут ему все, что он хотел, дадут, может быть, чуть-чуть и где-то и втихаря, ну, например, какие-то там боеприпасы, арт-системы, которые в Северном Корее они продолжают производить, например, договорившись про сырье, которое СССР для этого будет им поставлять для возобновления своих запасов, ну, вот, ну и выторговав эти плюшки за очень большие деньги и гуманитарную поддержку, может быть, какие-то технологии. Ну, что ж, Алексей, закольцевали мы композиционно разговор о Северной Корее. Действительно, в ближайшее время станет понятно, действует ли Ким Чен Ын по старым проверенным схемам или на самом деле решил идти на самоубийственный, на мой взгляд, шаг и помогать России. Он не похож на самоубийцу. А он не похож на самоубийцу совсем. Он прекрасно понимает, как живет западный мир. Он там учился, он четко понимает, по каким принципам работает современный мир. Поэтому я скорее верю в тот вариант, который мы с вами только что обсуждали, чем он фанатически пойдет за террористом Путиным. В ад. Спасибо, Алексей Буриченко, кандидат политических наук и глава Международной ассоциации малых городов, был гостем нашего эфира. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.